Продолжаем к другим темам. Сегодня во всем мире отмечают Международный день анимации. В этот день устраиваются публичные просмотры. Мультипликация появилась во Франции в конце 19 века, в 1892 году. В этот день, 28 октября, изобретатель Эмиль Рейно впервые продемонстрировал публике графическую ленту с помощью специального устройства оптический театр. Его мультфильмы представляли собой рисованные и раскрашенные от руки пантомимы. Продолжительность некоторых даже достигала 15 минут. Рисованная анимация относится к двухмерной. Она основана на покадровой съемке. Изначально каждый кадр рисовался отдельно, что отнимало очень много времени. Впоследствии всеми известный Уолл Дисней изобрел послойную технику, что значительно упростило работу. Вот, кстати, сейчас лидером по производству рисованных фильмов является Япония. Вспоминаем аниме. Ну, а вот студии Дисней сегодня в основном пользуются 3D-технологией. Но о ней расскажу немножечко попозже. Другой вид мультипликации – это, собственно, кукольный. Он относится к трехмерной анимации. Его создал в начале 20 века балетмейстер Мариинского театра Александр Ширяев, продемонстрировав действия из 12 танцующих фигурок на фоне неподвижных декораций. Фильм снимался 3 месяца на 17,5-миллиметровую пленку. За время создания Ширяев был так одержим картиной, что даже протер ногами дыру в паркете, поскольку постоянно ходил от кинокамеры к декорации и туда-обратно. В общем, принцип кукольной схемы достаточно прост. Сцена с фигурками фотографируется покадрово, а после каждого кадра вносится минимальное изменение. Ну, например, изменяется поза куклы. При воспроизведении полученной последовательности кадров возникает иллюзия движения объектов. Ну и еще один вид трехмерной анимации – это пластилиновые. Все сразу вспомнили, собственно, мультик Александра Татарского «Пластилиновая ворона» ну или гура этого жанра Гарри Бардина. Здесь, кстати, все как с куклами, съемка тоже идет покадровая. Ну и, наконец, самый распространенный вид анимации – это компьютерный. Сегодня этой анимации уже, собственно, ее, наверное, вряд ли кого-то удивишь и вряд ли получишь Оскар. Есть несколько способов создания изображений, в том числе трехмерная графика. Ее несомненное преимущество перед классической рисованной – это полное отсутствие искажений пропорции объекта при придвижении, неизбежных при ручной прорисовке. В этом помогает motion capture – метод, когда к актеру крепятся датчики, которые передают на компьютер его движение, ну и воссоздают анимационного персонажа. Как сейчас развивается мультипликационная отрасль, узнаем у историка анимации старшего научного сотрудника Музея кино Павла Шведова. Павел, я вас приветствую. Какой мультик у вас самый любимый? Да, здравствуйте. Знаете, ну таких мультфильмов очень много, сложно выбрать какой-то один, к сожалению или к счастью, не знаю. Но вот если говорить про упомянутого вами Волта Диснея, то, наверное, из его картин больше всего мне нравится «Фантазия» с 40-го года. Вот это, по-моему, самый такой экспериментальный мультфильм студии Волта Диснея, который советую всем посмотреть. В чем все-таки популярность наших отечественных мультфильмов, я имею в виду не только в России, но и за ее пределами? Вспомним «Чебурашку», которую показывали, ну, собственно, и до сих пор показывают везде, в Финляндии, в Америке, в той же. Ну, не только «Чебурашку», там действительно советские аниматоры создали целый хоровод потрясающих персонажей, без которых не обходится ни один из крупных исторических анимационных фестивалей или ретроспективных выставочных проектов. Ну, конечно, там, по-моему, «Снежная королева», «Ну, погоди», «Пятерка», «Снежная королева», «Винни-Пух», «Чебурашка», «Жители Простоквашина», их безумное количество. И надо дать должное, что на «Союзмультфильме» несколько сразу художников и режиссеров создавали, которые являлись создателями вот этих популярных персонажей, независимо, как бы, от того, что происходит вокруг, да, как бы, персонажи появлялись еще и в 50-е годы, как «Снежная королева», и, там, «Ну, погоди», развивались до конца 80-х, начала 90-х годов. Но это, как бы, говорит о силе нашей анимации, в первую очередь. А вот, Павел, все-таки, какой вот из жанров, которые я вот сейчас перечислил, кукольный, анимационный, 3D, на сегодня самый популярный? Ну, наверное, не то чтобы самый популярный, но самый востребованный жанр, можно сказать, компьютерной анимации, хотя под этим словом можно подразумевать достаточно большое количество различных стилей, которые в анимации присутствуют. И, с моей точки зрения, все-таки компьютерная анимация может, конечно, на «Оскар» претендовать, потому что именно в компьютере развиваются новые технологии, а обычно «Оскар» дают за инновации, да. При этом нужно отдать должное, что все те варианты анимационного кино, которые нами считаются как традиционные, такие как рисованные или кукольное кино, на самом деле тоже имеют отношение к компьютеру, да, и во многом через компьютер проходят. Потому что компьютер облегчает очень часто стадии производства анимационного кино, и его многие аниматоры, которые привыкли, допустим, все делать руками, уже не опасаются, да. Как бы есть, ну, суждение Юрия Борисовича Норштейна, которое регулярно, как бы, вспоминается всеми о том, что компьютер – это зло. На самом деле даже Юрий Норштейн уже сейчас видит, да, и говорит о том, что есть фильмы, которые создавались в компьютере, и которые представляют из себя, ну, безусловный интерес, да, с точки зрения не только развлекательных таких, да, как бы, сюжетов, но и с точки зрения искусства, в первую очередь. Павел, песочная анимация знакома вам? Конечно. Вот то, что сейчас вы видите, в прямом эфире происходит. Вы пока посмотрите, а я пойду пообщаюсь с художником студии рисования песком, стенд-про Татьяны Мазиной. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, собственно, в чем особенность рисования, как долго вообще этому нужно учиться? И вот такой человек, как я, скажем, который вообще не имеет опыта, вот, собственно, рисование песком, может ли научиться? И за какое время? Угу. Ну, может научиться каждый, да, потому что песочная анимация – это не совсем песочное рисование, это не совсем рисование, это скорее манипуляция. Но нужно уметь рисовать на бумаге, скажем? Не обязательно совершенно, да. То есть, наоборот, иногда художники, у которых есть уже навык рисования какими-то другими способами, да, там, академические художники, они не очень понимают как раз материал, да, то есть песок как материал. Потому что им как раз совсем не нужно рисовать, им нужно манипулировать. И вот то, что я делаю, да, вырезаю, допустим, насыпаю, но это совсем не то же самое, что, допустим, рисование какими-то другими материалами. Угу. Скажите, ну вот я могу что-то попробовать вместе с вами, к примеру, что для этого нужно? Да, давайте, конечно. Так, я готов. Давайте. Сейчас я приготовлю. То есть для этого обычное полотно… Кстати, еще ведь кофе так же рисует. Кофе, да, если его… Вы тоже этим занимаетесь? Ну, конечно, это тот же самый сыпучий материал, но только его надо, естественно, очень хорошо смолоть. Давайте попробуем, смотрите, вот я вам покажу основные какие-то элементы. Вот вы кладете вот так вот ручку и делаете, кладите, и делаете такой бросок, только вы бросаетесь. Бросок, раз, два, три. Вот, так, хорошо. Смотрите, это создание полотна, на котором мы будем дальше рисовать. Да, совершенно верно. Вот здесь вот надо еще немножко, чтобы вы здесь вот... О, отлично. И давайте вместе. Давайте. Положим. Смотрите, ребром. Палец, рука? Нет, ребром. Ребром. Так. И пошли рисовать. И будем рисовать человека, представляете? Оп. Теперь мы все это убираем. Профиль. Профиль. Я вот так вот делаю. Хоп. Теперь берите в кулак вот так вот песочек немножко. Так. И вот здесь насыпаете кучку. Небольшую. Еще? Хорошо. Смотрите, что я делаю. Это глаз. Оп. Потрясающе. Можно создавать вообще различные образы. Кстати, Татьяна, у вас какой любимый персонаж? Давайте, может быть, из советского кинематографа, а мультипликационный? Ну вот то, что я люблю, да, это Лев Бонифаций. Как это ни странно. А из зарубежных? Из зарубежных. Ну так вот прям навскидку не скажу, если честно. Ну, возможно, Винни-Пух. А вы создавали вот те мультики, вот тот же Бонифаций, из песка рисовали? Ну, лично я нет, но мы делали, да, в студии вот целый спектакль, целую постановку по мотивам. Давайте еще раз загребим, сколько нужно учиться вот анимации из песка? Какие-то курсы для этого есть, может быть? Да, да, ну есть, и мы проводим такие курсы. Мы берем от трех месяцев где-то, но так, чтобы действительно человек этим навыком овладел. Не просто, да, потому что вы видели, да, что с пальчиками мы особо ничего не делаем, то есть мы рисуем какими-то другими частями ладоней, да, и рук. Татьяна, спасибо вам большое. У нас в студии был художник, студия рисования песком, стенд про Татьяна Мазина. Также у нас в студии Павел Шведов. Спасибо ему. Собственно, это историк кино и медиа-архиватор. Сегодня напоминаем Международный день анимации. Мы встречаем его вместе с вами. К нашей беседе сейчас присоединяется Илья Попов, продюсер. Надеюсь, он на прямой связи. Илья Александрович, вот вам вопрос, какой у вас все-таки не то чтобы не самый любимый мультфильм, а удачный, на ваш взгляд? Добрый день всем. И хочу, пользуясь случаем, поздравить всех своих коллег по цеху, всех любителей, поклонников анимации с замечательным праздником. Очень хорошо, когда есть очередной повод рассказать о этой замечательной отрасли. По поводу своего любимого мультфильма, всего, конечно, я постоянный поклонник Чебурашки, если говорить про мультфильмы с детства. А если говорить про успехи, в том числе и коммерческие, конечно, колоссально здесь успех. Это успех студии Pixar, который очень внимательно всегда смотрел, изучал. Практически каждое их произведение, это просто очередной шаг вперед. Илья, все-таки, на ваш взгляд, в чем формула успешного мультфильма? Это персонаж, это его имя, может быть, все вкупе? Ну, вот как опять же, тот же пресловутый Чебурашка. Знаете, вот художественный руководитель нашей студии проекта Анатолий Владимирович Прохоров в свое время очень ярко описал этот образ, как образ славянного пирога. Когда каждый такой, своего состав, каждый коржик нужно готовить со всем старанием, чтобы он получился самым удачным. Только такое сочетание совокупности может дать действительно по-настоящему яркий эффект. Поэтому это вопрос и сценария, и режиссуры, и, разумеется, музыкальное оформление, и работы актерской. И, конечно, технологический аспект в том, в каком, в какой технике, как это снимается. Поэтому, наверное, здесь, конечно, есть какой-то секрет успеха одного, хотя, конечно, сценарий, это тот самый стержень, от которого все начинается. Илья, а как же «Ежик в тумане»? Вот автор этого анимации сказал, я буквально зацитирую его, там нет никакой интриги в действии, там нет никакой динамики действия. Вполне вероятно, что в «Ежике в тумане» произошел счастливый случай совпадения всех этих элементов. Знаете, есть такое, наверное, для меня направление, как атмосферная анимация, где вообще не важен ни сюжет, ни история. Здесь важны те эмоции, то ощущение, которое возникает с просмотра, то, что тебя по-настоящему завораживает, гимнатизирует. И это тот проект, который невозможно его сделать в большом количестве, многое превратить из этого в какой-нибудь сериал, для планетражных фильмов, это именно то, что относится к авторской анимации, к тем действительно деничным бриллиантам, которые, к счастью, действительно рождались, сопровождают рождаться. Но это вот особый вид искусства, это большая красивая картина. Илья, спасибо. На прямой связи со студией был Илья Попов, продюсер. Продолжаем беседу. Павел, согласны? Что все-таки, какие ключевые моменты? Согласен полностью, но Илья очень скромный, на самом деле, человек, потому что, если мы говорим про героев, которые создавались в советской анимации, то как раз студия Петербург, которой руководит Илья, продолжает эти традиции. На мой взгляд, «Смешарики», например, тот проект, который студия Петербург подтверждается сейчас в работе, это продолжение традиций, заложенных еще в советское время. Традиции создания очень сильных персонажей, персонажей, которые могут жить. У нас сейчас на связи Вячеслав Игоревич Ушаков, режиссер, мультипликатор. Светслав Игоревич, я вас приветствую. На ваш взгляд, все-таки, тоже вам такой вопрос задам, какой вид анимации сегодня более популярен? Это обычно рисованный, кукольный или все-таки 3D графика превалирует? Вот Дисней перешел на сегодняшний день на 3D с обычной рисованной анимацией. На мой взгляд, если мы говорим действительно о таком востребованном формате, это 3D, безусловно. Потому что, если мы говорим про полный метр, то полный метр – это все-таки 3D, это больше процент проката. Если мы говорим про сериальную продукцию и телевизионную продукцию, то здесь все-таки рисованный может поспорить с 3D. Точно не скажем, что из них превалирует, но мне кажется, это поровну. И дети, наверное, любят не меньше рисованную, скажем там, или перекладочную анимацию, чем 3D. Потому что сериальной продукции 3D немножко, на мой взгляд, проигрывает по качеству. – Святослав Игоревич, ну скажите, вот все чаще в современных мультиках встречаешь, скажем так, естественную мимику. Ее технологию, насколько я, может быть, ошибаюсь, поправьте, меня называют еще лайф-экшн. Ее, кстати, впервые применили в «Снежной королеве» еще полвека назад. А насколько важна естественность в анимации на сегодняшний день? – Смотря про какую стилистику мы говорим, если мы говорим, что мы делаем приближенные к реализму изображения кино, то это, безусловно, важно. И мы действительно, там и аниматоры все пользуются, так скажем, ну, как у нас это назвали, эклером, да? Используют актерский материал. Но если это история условная, или, скажем, это история про животных, то здесь это не так важно, да? То есть человеческая мимика, она используется только как дополнительный материал для аниматора. И, например, я все время снимаю актера, который озвучивает. И это такая практика довольно известная, да, потому что потом аниматору легко работать, ему легче работать. Он видит ту мимику, с которой актер озвучивал персонажа, да? Потому что озвучание, как мы знаем, в анимации делается до, и потом мы работаем под звук, да? Это очень сильно помогает. Так что, насколько это все правдоподобно, если человеческие персонажи, то да, это важно. Если персонажи выдуманные, то здесь это только как подсобный материал. Но помогает. Святослав Игоревич, ваш любимый мультфильм? Из первых мультфильмов мне в голову приходит, естественно, «Пароходик Вилли» с Микки Маусом. Очень я его люблю. Бестолковая, очень милая, замечательная анимация. И просто это то, что будет, и вот я говорю, что 2D или 3D, совершенно это не важно, потому что это вечная совершенно история. А из наших мне, конечно, нравится «Винни-Бух». Спасибо. Святослав Ушаков, режиссер «Мультипликатор», был на прямой связи со студией. Продолжаем тему с Павлом Шведовым, историком кино. Павел, в анимационных фильмах сегодня будущее есть? Ну, конечно. Мы это, собственно, видим и в кино игровом, что анимационное кино вполне себе даже побеждает игровое иногда. Если мы говорим про вот эту регулярную пикировку реализма и какого-то метафоризма, про которое вы тоже заметили, то вот сейчас, например, идет эпоха опять реализма в анимационном кино. И фильмы, которые для нас считаются игровыми, ну, как «Аватар», например, да, можно поспорить, насколько это игровое или насколько это анимационное на самом деле кино. Когда вы перерабатываете, трансформируете изображение в кадре, да, и достаточно сильно его меняете, то вы, конечно, играете, ну, фактически в спецэффекты и в анимацию, да. Так что это будущее, настоящее и, можно сказать, вечное искусство. Павел, вот 30 октября открывается Большой фестиваль мультфильмов. Известно, какая программа будет представлена? Что там вообще будет? Ну да, Большой фестиваль – это вообще крупнейшее событие в мире анимационного зрительского кино в Москве, и он так регулярно был приурочен к дню анимационного кино. Вот в этом году просто немножко не совпали ребята с открытием фестиваля. Фестиваль всегда показывает наиболее актуальное кино, которое создано за последние, там, 3-4 года. И, наверное, самая, на мой взгляд, интересная программа для любителей, ценителей анимации – это программа «Победители», да, которая собирает в себе, ну, там, Оскаревских номинантов, лауреатов крупнейших фестивалей и представляет фактически срез, да, того вот самого будущего анимационного кино. Потому что в коротком метре очень часто реализуются какие-то новые, да, новые технологии или новые виды понимания того, что такое анимация. И если зрители в Москве, а потом и в других городах будут выбирать, то я бы советовал идти как раз на подборке, например, победителей в короткометражных программах.